Всем привет, я Майкл Наки, вы находитесь на моем канале, и какой-то я слишком бодрый и веселый для выпуска, который вы сейчас увидите. Это, собственно, новостной выпуск, они выходят по вторникам и пятницам, я напоминаю, в 14.30, и не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить. Нам каких-то 3000 осталось до четверти миллиона подписчиков, давайте добивать скорее. Сегодня расскажу вам о том, какое видео россияне чаще всего смотрели в уходящем году, и почему это именно дворец Путина. Расскажу вам о том, как Нойз МС и Оксимирон оказались под проверкой Следственного комитета, о том, как штамм Омикрон пришел в Россию, и о том, серьезно ли воспринимают на Западе угрозу войны России с Украиной. Обо всем этом сегодня, и не забывайте, что вы можете поддержать канал на Патреоне, ссылка в описании, месяц только начался, значит это отличное время. Там есть много всяких бонусов, например, для патронов от Тира Соратник мы устраиваем ежемесячные зум-колы, где все вместе общаемся. Есть и тир, при котором ваше имя упоминается в титрах. В общем, много всего, но и самое главное, вы поддерживаете производство контента на этом канале. А еще у меня день рождения в этом месяце, так что отличный повод. Ну, теперь давайте переходить к новостям. Собственно, потихонечку начинают подводиться итоги года, и мы узнали, какое видео больше всего смотрели в русскоязычном сегменте Ютуба. Этим видео оказалось расследование Алексея Навального про дворец Владимира Путина. Вот как оно получается. Уже Навального Владимир Путин и убить пытался. И в тюрьму посадил, кстати, свободу Алексею Навальному. Но все никак не удается его вычеркнуть из памяти россиян. Ведь видео, которое россияне смотрели больше всего в этом году, стало видео расследование про дворец Владимира Путина. Это работа, которая создавалась силами команды ФБК. Более того, я говорил частью из этой команды в одном из роликов, для того, чтобы они рассказали, как это все готовилось. Видео монументальное, и я рекомендую вам пересмотреть его, возможно, даже перед Новым годом, возможно, вместо обращения Путина, ну, хотя бы какой-то кусочек. Это видео рассказывает о том, как Владимир Путин, президент Российской Федерации, наворовал денег и построил себе гигантский дворец в Геленджике. Дворец с комнатой грязи, которая оказалась не неверным переводом, как много раз нас пытались убедить, а буквально комнатой, где содержится грязь лечебная, где есть комната для машины, где есть комната-театр, комната-казино и много чего еще. Там убедительно доказывается, что дворец принадлежит именно Владимиру Путину, и дворец этот до сих пор не достроили. Как вы помните, после того, как команда Алексея Навального рассказала про дворец Владимира Путина, ответственный за его существование, взял на себя Аркадий Ротенберг, сказав, что это такой большой лакжери-отель. Отель без номеров, со странной планировкой и с аквадискотекой. И почему-то до сих пор про этот отель нет ни одной строчки, нет ни одного слова, никто про него не говорит, как про отель. Там не открылись номера, его не достроили, ничего не происходит. Поэтому мы можем считать, что Аркадий Ротенберг обманщик, а Владимир Путин ворокоррупционер, который пытается скрывать следы своих многочисленных преступлений, собственно, сажая неугодных оппонентов, запрещая СМИ и всячески третируя россиян. К сожалению для нас, то, что этот дворец был опубликован, точнее информация о нем, приведет лишь к тому, что Владимир Путин будет, видимо, еще раз повышать пенсионный возраст или воровать еще больше. Ведь нужно строить новый дворец, про этот теперь все знают. Про этот дворец, который охраняло ФСО даже на этапе строительства. И где даже умудрялись недоплачивать рабочим, которые в итоге и рассказали подробности про него. В общем, я поздравляю команду Навального с таким грандиозным успехом. Все-таки самое просматриваемое видео в русскоязычном сегменте, это большое достижение. Но хочется, чтобы это не осталось просто видеороликом, который набрал очень много просмотров. Хочется, чтобы это конвертировалось тем или иным образом все-таки в сменяемость власти. Конвертировалось в то, чтобы наконец-то в России прекратилось управление некоторого замкнутого количества людей, которые только и делают, что всячески воруют деньги, перевозят их кто за границу, кто на них строит дворцы. Мы видим уже, как их дети подрастают и начинают занимать всякие министерские портфели и возглавлять крупные отжатые у бизнесменов компании. И хотелось бы, чтобы в какой-то момент это прекратилось. И я думаю, что этот фильм, фильм про дворец Путина, он на самом деле сыграл свою роль и сыграет и дальше, потому что огромное количество россиян, миллионы россиян теперь увидели, что сказка про царь хороший и бояре плохие просто сказка. И что на самом деле возглавляет всю эту систему человек, ничем не отличающийся от своих подчиненных, а скорее даже и намного хуже, потому что именно он эту систему и построил. Построил систему с плохим царем, плохими боярями и плохими условиями для россиян, которые становятся от месяца к месяцу только хуже. Реальные доходы не растут, инфляция растет еще как растет, гораздо выше, чем нам об этом сообщают, медицинское обеспечение ухудшается, образование ухудшается, цензуры становятся все больше, запрещают артистов, запрещают музыкантов, запрещают блогеров, начинают вообще сажать всех подряд, пытают в тюрьмах. Ну, в общем, это та Россия, которую построил Владимир Путин за 20 лет. И эта Россия, безусловно, не выглядит великим государством и не выглядит, если честно, государством вообще. Это какой-то фейл-стейт, которым управляют люди, совершенно не заинтересованные в его развитии. Не заинтересованные в развитии науки, не заинтересованные в развитии экономики, не заинтересованные в развитии людей. Заинтересованы они лишь в одном. Выкачивать ресурсы из страны, как будто это какая-то шахта, и вывозить их разными путями из этой самой страны. То через виланчериста Ралдугина, то через офшоры, то через многие инструменты, которые остались у них до сих пор. И, кстати, интересно, переводят ли они что-то в биткоины. Я бы на их месте переводил, потому что их будет гораздо сложнее отследить потом, когда у них будут замораживать все счета, активы, изымать имущество и сажать их всех в тюрьму. Но, собственно, за что мы еще благодарны Путину? Давайте вот прямо на новостях последней недели посмотрим. Любите ли вы салат оливье так, как люблю его я? Скоро будет Новый год, и значит все мы будем этот салат есть. Я, например, очень люблю оливье. Есть споры по рецептам, я знаю, они не утихают. С чем надо его? С курицей, с колбасой, с мясом. Я с мясом больше всего люблю. Напишите, какой любите вы, хотя я надеюсь, что это не породит какого-то срача в комментариях. Тем не менее, салат оливье за прошедший год стал дороже на 20%. Об этом рассказал РУСПРОДСОЮЗ. Он рассказал, что на 20,8% выросла стоимость салата оливье. На самом деле речь идет совсем не про оливье. Это такая, ну, совокупная потребительская корзина, которая измеряется разными продуктами. И вот по этим продуктам, по их стоимости, мы можем увидеть, насколько реально выросли цены. И на салате оливье, где нет ни заграничных лобстеров, ни каких-то, я не знаю, запрещенных пармезанов и хамонов, на нем мы видим, что вот продуктовая корзина, необходимая для салата оливье, выросла на 20%. Это все при том, что россияне все больше и больше закредитовываются и скоро не смогут платить по собственным платежам. Что, как карточный домик, может развалить вообще всю экономическую систему, хотя было бы чего разваливать. Она и так, ну, нельзя назвать ее какой-то стабильной и хорошей. Но у нас еще много инновационных вещей. Например, как в Липецке, где люди жаловались на огромную лужу. Ну, знаете, Россия 2021 года большой проблемой является некое количество воды на дороге. Эта лужа там была достаточно долго, никто ее не убирал никаким образом. И бдительные горожане все-таки обратились к городской администрации, попросив лужу как-то убрать. Ну, все-таки как-то можно представить себе, что могучая ядерная держава, которая 20 лет вставала с колен, может убрать лужу. И действительно, может, только какими способами. Собственно, из администрации прислали дворника, который лопатой вычерпывал воду и убирал ее на соседний газон. Это все попало на видео и несколько не то чтобы возмутило людей, но они пробили фейспалмами себе лбы и начали спрашивать, слушайте, неужели нет какого-то другого способа в нашей нанотехнологичной, высокоразвитой, невероятной стране как-то убрать лужу. На что глава Липецка Евгения Уваркина сказал, слушайте, ну, мы потом ее как-нибудь уберем, но вот пока это был такой срочный вариант, поэтому старый добрый дворник с лопатой пришелся к месту. Она сказала, что не знает, кто именно его послал, но на вопрос, как эту лужу будут убирать дальше, не ответила. Потому что, ну, раз вы дворником не хотите, то никак ваша лужа убрана не будет. В общем, развитие технологий и усердия во все концы. Отсутствие реальных технологий и возможностей компенсируется дешевой рабочей силой. Но где нет равных нынешней России, это, конечно, в сфере поиска врагов. В сфере поиска людей, которые развращают умы молодежи, которые своими напевами могут провоцировать недовольство нынешним российским государствам. Не вот эти постоянно дорожающие цены, не абсолютно безалаверное отношение к пандемии, из-за чего в России умерло уже миллион человек, обогнав, значит, прогнозы, когда мы говорили, что к Новому году это будет чуть пораньше, это случилось. Не вот это триггерит людей, не отсутствие нормальных туалетов в школах, не какие-то постоянные потери позиций в космосе и немногое другое. А именно музыканты ответственны за разложение умы граждан. И тут, конечно, я имею в виду историю о том, что Бастрыкин теперь будет проверять Нойзе МС и Оксимирона. Не успел у Оксимирона выйти новый альбом, и Нойзе МС, кстати, тоже недавно вышел, по крайней мере, половина альбома, я жду вторую половину альбома. Как ими заинтересовался Следственный комитет. Здесь буквально Россия в двух заголовках. Вот первый, где Элена Дропека говорила, что Баст и Оксимирон это поэты современности, и им уж точно не грозит судебное преследование, а остальным рэперам надо у них поучиться. А вот буквально свежее, когда Следственный комитет проверяет Оксимирона и Нойзе МС. Но шутки в сторону. На самом деле ситуация, которая произошла, смогла удивить даже меня. Сорокину такое даже и не снилось, а Пелевин решил уйти из профессии. Значит, что произошло? Блогер по фамилии Якушев написал фейковый донос. Это был просто большой пост, где он написал, что группа патриотов ко мне обратилась и увидела в песнях Нойзе МС и Оксимирону реабилитацию нацизма, оскорбление власти и многое другое. Пост написан в явно сатирической манере. Ну, то есть, не читать это сложно, хотя в нынешнее время можно представить, что такой пост действительно написал бы, ну, вот, один из многочисленных доносчиков, которые сейчас всячески пытаются найти в любом изображении, в любом фильме, в любой книге, что-нибудь, что их обязательно оскорбит, а точнее оскорбит Владимира Путина и Российскую Федерацию. Да, вот действительно настолько могущественная страна, что оскорбить ее можно песней. Или мультфильмом, или игрой какой-нибудь. Ну, да ладно. Суть не в этом. Суть в том, что написал он вот этот вот пост, никуда не отсылал, ни в Следственный комитет, никуда. А Следственный комитет, недолго думая, возбудил проверку. Причем, Александр Бастрыкин, судя по всему, будет это как-то брать на личный контроль, как он обычно любит. Про него тоже мы с вами недавно, кстати, говорили. После чего этот блогер Якушев написал, вы что, с ума сошли? Я не писал никуда. Я говорю, что вообще за работа у силовиков? Говорит, никаким образом я никому это не подавал. Это был просто прикол. И я не могу винить Якушева, потому что есть такой сатирический жанр, да, когда вы симулируете какую-то неадекватную историю, которая вам представляется, доводите это до абсурда и таким образом высмеиваете установленные порядки вещей. Собственно, он сделал то же самое. Но, не растерявшись, организация «Ветераны России», о которой я вам уже однажды рассказывал, которая никакого отношения к ветеранам не имеет, возглавляет ее 40-летний, значит, человек, который сказал, что, ну, раз доноса нет, то мы его напишем. Мы всегда на страже государства и обязательно поможем и сформируем этот самый донос. И теперь донос, собственно, будет, но это даже уже не важно, потому что проверка Следственного комитета уже началась. При этом Елена Дропека, которую почему-то блогеры называют Дропенко, по непонятной мне причине, ну, неважно, они не должны разбираться в том, как Госдума устроена, которая является замом комитета по культуре Государственной Думы, которая совсем недавно, неделю назад, говорила, как прекрасен Оксимирон, и что ему точно не грозит никакого судебного преследования, сказала, а и пусть проверит, а и пусть проверит Следственный комитет, говорит, не помешало бы, вот рэперы должны следить за тем, что они пишут. И на самом деле поверить в то, что все это происходит реально невозможно. Ну, то есть даже в каком-нибудь самом лучшем фильме или очень страшном кино, когда происходили какие-то гиперболизированные события, они не выглядят настолько вымученными и наигранными, как современная российская реальность. И мы вот с вами смеемся над всей этой странной ситуацией, ну как, уже не смеемся на самом деле, ну и потому что ничего смешного-то в ней нет. Два музыканта, Noize MC и Оксимирон, с гигантской аудиторией, которые поднимают важные темы. У Оксимирона вышел очень неплохой альбом последний, мы с вами это обсуждали и на стриме, и в прошлом выпуске, где есть там, ну буквально несколько песен с политическими высказами. У Noize MC тоже вышел неплохой альбом, хоть и всего лишь половина. И да, там есть, значит, старый кавер, который он делал на все как у людей летого, и он тоже отличный, и слушается это все прекрасно, и там нет там, не знаю, ни наркотиков, ничего такого. И уж точно эти ребята не проспонсированы, я не знаю, солдатами НАТО или чем-то таким. Вот все равно их надо проверить. А проверка от Следственного комитета, особенно по реабилитации нацизма, это действительно вещь угрожающая, это то, что может стоить человеку свободы. Вообще, давайте подумаем, как мы вот пришли к этой точке, как мы здесь оказались, когда буквально, я не знаю, пол-рэп-сцены, и в целом музыкантов постоянно проверяют. Чего именно бояться? Ну, то есть, как надо довести самих себя, в том числе силовиков и власть, как надо действовать, что надо делать для того, чтобы быть настолько в себе неуверенными, что вас пугают строчки рэпера. Причем иногда беззубые, иногда чуть злобные. Ну, то есть, там даже фамилия Путин нигде не произносится. И как надо выстроить общество, чтобы у вас любой сатирический пост воспринимался как донос, и Следственный комитет на него реагировал. Нет, я бы мог это все представить, если бы, допустим, в России не было преступления. Ну, все, кончились преступления, кончились проблемы, ничего нет, окей, проверяйте, значит, треки блогеров. И почему мы, кстати, переживаем из-за этих проверок? Не потому, что мы против проверок как таковых. Ну, хотите, что угодно проверяйте, да? Если бы мы верили, что это проверки реальные, если бы мы верили, что по ту сторону проверяющего экрана не сидят какие-то невменяемые люди, которые пишут отписки малосодержательные, в которых все извращается, и в которых видят то, чего нет, и по результату которых люди могут действительно заехать в тюрьму, мы бы и против этих проверок не были. Но по факту мы находимся сейчас в состоянии, когда просто по прихоти любого доморощенного силовика, вся заслуга которого заключается в том, что он был старостой у Владимира Путина, по рощерку его пера людям ломают жизнь. Уже уехал Моргенштерн, но я знаю, для моей аудитории это не кажется большой потери, хотя у меня большого негатива к нему нет. И вот что, ЛДЖ уехал уже, ОДЖ и Будда задумываются о переезде, что Оксимирона и Нойз МС теперь уехают? Так с кем останется вообще российская эстрада? С Клавой Кок и Нилета? Ну, к ним тоже появятся, наверное, претензии. Все-таки у Нилета время постреляет, да? Призывы к стрельбе скажут. То есть в этом и история, что начиная там проверять все эти песни, начиная гоняться за какими-то постоянными призраками угрозы, власть буквально уничтожает целый культурный пласт, да и черт с ним, с культурным пластом. Проблема не столько и не совсем в этом. Проблема в том, что силовая машина, которой постоянно нужно подпитываться свежей кровью, не имеет берегов и не умеет останавливаться, и не хочет останавливаться, и все больше и больше людей будут попадать под ее каток. И вот уже Руслану Белому отменяют концерты, значит и Дракмер Зелезаде не может находиться в России. Ну, то есть натурально растет новое поколение, у них есть свои артисты, у них есть свои кумиры, у них есть свои комики, у них есть свои блогеры. А вот эти захватившую власть геронтократы просто считают, что нет, это нам не нравится. И мы уже натурально превращаемся в какой-то Советский Союз, причем не поздний, а довольно ранний, где будет запрещено все, кроме ансамбля, не знаю, МВД. И что в итоге-то произойдет? В итоге большая часть людей, которая может уехать, уедет. Мы видим это уже сейчас. Выпускники вузов и учащиеся вузов, половина из них планирует уехать из России. Айтишники тоже. Короче, огромное количество людей планирует покинуть страну. Часть из них выдавливается, ну там не буду говорить как я, потому что кто я такой, ну там я не знаю, как сотрудники команды Навального, как Роман Доброхотов, как ну большое количество разных людей, в том числе правозащитник. Вот мемориал сейчас 14 декабря, да, будут рассматривать и ликвидировать, скорее всего. Ну что будет происходить со связанными с ним организациями, с сотрудниками мемориала? Ну они тоже, скорее всего, будут разъезжаться. И в итоге с кем останется страна? Она останется с заложниками, с теми людьми, которые не смогли уехать. Она останется с людьми с промытыми мозгами. И она останется с вот этой самой верхушкой, которая ничего не умеет, ничего не создает. И за 20 лет превратила Россию в нищую страну, в которой страшно находиться, и у которой нет будущего, ни технологического, ни культурного, ни социального. И я-то считаю, что Россия замечательная страна с потрясающими людьми. Я жду не дождусь, когда я снова смогу туда вернуться. Мы с вами, может быть, даже встретимся где-нибудь. И я уверен абсолютно, что у России прекрасное, может быть, и будущее, но эти люди насильно толкают ее в глубокое прошлое. В прошлое, в котором нет развития, нет перспективы, нет возможности находиться. И да, может быть, заголовок Noize MC и Оксимирона проверить Следственный комитет не кажется вам таким уж гнетущим, а скорее кажется забавным. Но поверьте, для этих артистов ничего забавного нет. И для нас ничего забавного нет. В России уже сидят сотни политических заключенных. В России сидят тысячи невиновных людей, которые обвинены судами, которых не существует. Потому что судебная система уже не существует в России как класс. У нас нет соревновательного суда. В России сидят десятки тысяч людей, которым подкинули наркотики или их, значит, увлокли в тюрьму по какой-нибудь полу-несуществующей статье. Потому что силовики только и делают, что вымогают взятки и всячески третируют население. И эти вещи будут шириться и дальше. Параллельно с появлением новых законов, которые в какой-то момент запретят дышать, наверное. И все это параллельно с политической импотенцией нынешней власти, которая, когда появляется настоящий вызов, не вымышленные солдаты НАТО, а настоящий коронавирус, ничего не могут сделать. И россияне умирают пачками. С сотнями тысяч. И уже миллионом. И, к сожалению, если российская власть не возьмется за ум, это будет продолжаться. А она не возьмется. Потому что ума там не осталось. Не осталось специалистов, не осталось честных людей, не осталось профессионалов. Остались только бесконечно ворующие, связанные друг с другом, старики и их прихлебатели, которые не собираются отдавать эту власть ни при каких условиях. Которые готовы войны развязывать, лишь бы ничего не помешало им и дальше выкачивать ресурсы из страны. И вся эта ситуация, конечно, выглядит чудовищно. И я надеюсь, что, ну, как всегда, да, я как всегда надеюсь, что там, не знаю, Бастрыкин попустится, кому-то придет в голову, что не надо постоянно там пытаться уничтожать вот это, вот это, вот это, вот это. И есть, кстати, ряд оптимистов, которые говорят, ах, вот если они полезут на Оксимирона и Нойз МС, вот у них большая аудитория, она выйдет на улице и все такое. Ну, не выйдет уже никто на улице, даже за Нойз МС и Оксимирона, потому что выход на улице сейчас практически равнозначен в посадке в тюрьму, если вы не классово близкие к нынешней власти антиваксеры. И даже в одиночные пикеты никто не выйдет, потому что и это сейчас грозит административными арестами и гигантскими штрафами. Власть сделала все, чтобы всячески вычистить вообще любых людей, у которых есть самосознание, чтобы запугать их максимально, чтобы они не думали и слова лишнего сказать, и даже в социальной сети написать, потому что придет кибердружинник, заскринит твой комментарий, отправит в тот же следственный комитет или в Роскомнадзор, или в МВД, и ты тоже можешь приехать. Что делать в этой патовой ситуации? Понятно, не до конца, но тем важнее эти люди, которые продолжают пытаться делать хоть что-то, продолжают пытаться объяснять людям, как все устроено, бороться с пропагандой, заниматься политикой, даже вот на этом выжженном клочке земли. И не менее важны те люди, которые готовы это воспринимать, которые готовы это слушать, которые готовы это лайкать, которые готовы это распространять, которые готовы хоть как-то осуществлять действия, которые с маленькой вероятностью, но могут что-то изменить. И мы видим теперь, что огромное количество людей знает, как это все на самом деле устроено. И благодаря альбому Оксимирона, и благодаря упоминаемой там Екатерине Шульман, и благодаря Noize MC, и благодаря команде Навального, которая сделала в том числе вот это большое расследование, и продолжает делать все новые и новые. А также придумывая политические лазейки, чтобы найти выход из этой патовой ситуации. Кстати, про Оксимирона, а точнее про Омикрон и пандемию. Омикрон добрался до России, теперь это уже официально, в России есть люди, у которых ПЦР-тест показали, что у них новый штамм Омикрон, то есть это теперь есть и в нашей стране. Судя по тому, как он распространяется, а это уже больше 40 стран, он действительно распространяется сильно быстрее предыдущих штаммов, ну, в том числе Дельты. И мы видим, как он заполняет весь мир, полномерно заполняет весь мир. Выглядит это угрожающе, есть ощущение, что с января в самом отдаленном случае это снова станет проблемой номер один. И это ощущение разделяют многие ученые, это ощущение разделяют и многие популяризаторы науки. Но пока есть один маленький шанс, что Омикрон не новая проблема, а скорее избавление от нее. Все, что я дальше скажу, стоит воспринимать как вероятность один на миллиард. Это вообще не факт, и это вообще не стоит раньше время радоваться. Но, Всемирная организация здравоохранения говорит, что вот на вчерашний день так и не зарегистрировано ни одного случая смерти от нового штамма Омикрона. Что это значит? Прошло две недели с появления Омикрона. А это значит, что потихоньку заканчиваются его инкубационные периоды и по идее какое-то количество людей, если он такой же летальный, если он такой же эффективный, как Дельта, люди должны оказываться на ИВЛ, люди должны оказываться госпитализированными, люди должны, увы, умирать. Но этого не происходит. Причем по госпитализациям пока непонятно. В ЮАР они сохраняются примерно на том же уровне, что были, но то, что до сих пор отсутствует смерть, дает нам маленькую призрачную надежду. Нет, возможно, где-то через неделю они как раз валом и пойдут. Но хочется верить, что действительно новый штамм Омикрон, он менее опасен, чем Дельта, и он заменит Дельту по всему миру. И да, будут какие-то плохие течения, значит, коронавирусные инфекции, но люди перестанут в таком объеме от нее умирать. Есть такая надежда, еще раз, это пока не факт, это совсем не факт, скорее всего, такого не будет. Скорее всего, совсем скоро мы увидим смерть, и совсем скоро мы увидим новые локдауны, совсем скоро мы увидим, насколько это пробивает защиту данную вакцинами. Но надежда есть. Вот, поэтому давайте все вместе понадеемся. Можно даже в комментариях понадеяться. Считайте это такой групповой молитвой неведомому богу пандемии. Тем не менее, я продолжаю следить за тем, что происходит с Омикроном. Мой коллега Саша Плющев продолжает следить. Обязательно подписывайтесь на его канал, он крутой. И будем надеяться, что действительно это конец этой самой истории, потому что я тут недавно посмотрел новую серию Южного парка, которая постковид называется. Там типа 20 лет спустя и рассказывается, как пандемия, значит, изменила все. И пандемия уже действительно изменила все. Последние два года были чудовищными. Большое количество людей умерло, привычный образ жизни изменился. Экономики многих стран стагнируют. Ну, как стагнируют. Есть просто страны, которые завязаны на туризме. Если штамм Омикрон опять пойдет всех косить направо и налево, и страны снова будут закрываться, то, конечно, большое количество именно туристических стран очень сильно от этого пострадают, точнее, продолжат страдать. Ну, короче, у нас есть призрачная надежда, в которую бы я слишком сильно не верил, потому что, опять же, слишком мало времени прошло. Но если вы хотите куда-то направлять свои, как это сказать, желания, пожелания, то вот можете направить именно туда, потому что, если действительно случится, что этот штамм менее летален, а и более заразен, то он может заместить вот эти опасные штаммы и таким образом даровать нам ну хоть какую-то передышку. Это было бы очень здорово. Продолжаем наблюдать. Я думаю, в конце этой недели или в начале следующей, да, давайте в следующий понедельник я выпущу ролик с... Я попрошу Ирину Якутенко рассказать все, что известно будет на тот момент, и попробуем как-то проанализировать, что происходит с Микроном. А вот кто в Россию не смог попасть, так это Софья Сапега. Я напомню, это гражданка России, которая вместе с Романом Протасевичем летела на том самом злополучном самолете Ран-Эйр, который перехватил Александр Лукашенко. Перехватил, рассказывая, что значит там якобы заложена бомба. Он поднял воздух истребитель и перехватил гражданский самолет, посадив его на землю и захватив Романа Протасевича и Софью Сапегу. Софья Сапега российская гражданка, как я уже сказал, и некоторые пропагандисты с пеной у рта рассказывали, что Лукашенко должен немедленно ее вернуть. Маргарита Симоньян рассказывала, что вот Софья Сапега же гражданка России, Лукашенко должен знать, что вот россияне за россиян значит в ответе и мы обязательно ее заберем. Чудо не случилось, никто ее не забрал, она до сих пор находится в Беларуси и ей предъявлено обвинение, причем по этому обвинению ей грозит 6 лет тюрьмы. Обвиняют ее в разжигании вражды и ненависти и она теперь может остаться вот на длинный тюремный срок в Беларуси. Это в очередной раз показывает, что всякие эти бредни типа своих не бросаем, это лишь для внутреннего пользования, для внутреннего рынка. По факту бросаем и еще как. И там ни статус гражданина Российской Федерации, ни даже работа на провластные издания, типа вот журналисты, который работал на Комсомольскую Правду, его фактически выкрали из Москвы и отвезли в Беларусь, где будут судить, никаким образом это никого не спасает. Поэтому не верьте Владимиру Путину, он всегда обманет, всегда предаст, нет у него никаких понятий ни о чести, ни о совести, ни о том, что нужно или не нужно защищать своих граждан. Это вот просто как с Марией Бутиной было, помните, Марии Бутиной рассказывали, что вот, она в американской тюрьме, надо ее выручать, но при этом российская сторона даже не дала денег на адвокатов, не дал денег на адвокатов и экс-сенатор Торшин, который был вот буквально человеком, заставлявшим Марию Бутину ложиться под разных людей в Америке, чтобы как-то там лоббировать какие-то интересы. Все это на словах, на деле же никакой защиты не происходит и никакой даже попытки. Софья Сапега, судя по всему, останется в белорусской тюрьме, что ужасно и что несправедливо, потому что она ни в чем не виновата и ее захватили вообще абсолютно террористическим способом, посадив самолет граждан. Вообще террористические способы и запугивание это не только методы Лукашенко, но и методы Владимира Путина. Немецкая газета Bild опубликовала примерный план наступления России на территорию Украины, которая, как мы с вами обсуждали раньше, готовится к январю. Вот эта карта на немецком языке, кстати, вызывает понятные ассоциации. Я думаю, что не надо их дополнительно объяснять, но если надо, то вот как-то это все смахивает на какие-то нацистские планы. Но тут надо... Понимаете, это очень сложная тема, связанная с возможным вторжением на территорию Украины. Как справедливо замечают многие политические аналитики и политики, Леонид Волков, например, про это писал, задача Путина заключается в том, чтобы заставить людей с ним разговаривать. Вот уже второй раз он применяет вот этот способ, то есть подвести войска к территории Украины и ждать, пока отреагирует. Пока, значит, с ним созвонится Байден. Вот уже сегодня будет этот созвон. Байден с Путиным по Зуму они будут что-то обсуждать, да, и понятно, что вот эти действия Владимира Путина направлены на то, чтобы с ним разговаривали. Но почему на это продолжают реагировать? Почему продолжает реагировать Европа? Почему продолжают реагировать Соединенные Штаты? Потому что риски от того, что этот план окажется реальным и что это не просто, значит, попытка созвониться с обожаемым Путиным Джозефом Байденом, они слишком велики, они настолько велики, да, то есть новая война практически на территории Европы, это настолько масштабная угроза, которая может привести к большим столкновениям и которая может привести вообще там, не знаю, к Третьей мировой войне, почему нет, что приходится Европе и Штатам на это реагировать. Реагировать иногда жестко, иногда мягко пытаться договариваться. Плохо ли это? Ну, наверное, да. Ну, то есть очень такая большая каверзность нынешнего мироустройства заключается в том, что условные плохиши, понимая, что они играют не по правилам, а все остальные по правилам, пользуются этого для того, чтобы добиваться своего, и Владимир Путин это знает. Но при этом надо понимать, что вторжение на территорию Украины может рассматриваться и для возможных других целей. То есть, возможно, это не первостепенная задача, и вот эта переброска войск, которая постоянно происходит, она сделана для того, чтобы действительно с ним поговорили. Но в случае, если с ним не поговорят, то ему как-то придется доказывать, что угроза реальная, и таким образом могут быть начаты военные действия, как минимум, боестолкновения. Поэтому Европа и Америка находятся в сложной ситуации, когда им надо поддерживать их партнера, Украину, и когда им при этом не нужно идти на поводу у Путина. И поэтому обсуждаются новые санкции, которые будут все усиливаться и усиливаться. Не знаю, если будет вторжение на территорию Украины в январе следующего года, но санкции со стороны США и со стороны Европы точно будут. При этом в США рассматриваются даже санкции, связанные с отключением SWIFT. Я не буду вдаваться в подробности, что такое отключение SWIFT и почему это так страшно. Вкратце, если отключат Россию SWIFT, то банковская система накроется медным тазом российской. Вы знаете, когда я вот недавно был в Брюсселе и разговаривал с человеком, который является эквивалентом Марии Захаровой, но в Еврокомиссии, только в хорошем смысле. Он сам по этому поводу шутит, что я Мария Захарова здорового человека. Он рассказывал, что больше всего вот по внутренним разговорам, которые происходят с закрытыми дверями, больше всего путинская элита боится экономических санкций, связанных с банковской сферой. Потому что на банковской сфере очень многое завязано в Российской Федерации. Она не является автономной, она является частью мировой банковской системы. Более того, путинские элиты тоже, скажем так, сильно зависимы от банковской системы. И вот поэтому, когда в прошлый раз речь зашла об отключении СВИФТа, Российская Федерация очень сильно, как это сказать, сбавила обороты. Точнее, Владимир Путин сбавил обороты, не делая это публично, но делая это за закрытыми дверями. Ну, точнее, не он лично, а его представители, дипломаты, там, значит, Лавров и прочее. И вот если сейчас зашла речь про отключение СВИФТа, то это значит, что Запад воспринимает угрозу от России достаточно серьезно, и его в какой-то момент заколебет, вот, значит, все, что делает Владимир Путин. И вот это одни из самых серьезных санкций, которые Запад может ввести. Как это повлияет, действительно ли они обсуждаются, потому что это информация от СНН, и какие шаги могут быть до этого и после этого большой вопрос. Вообще, когда мы были вот там вот на всяких встречах, мне рассказывали, что с санкциями какая проблема. Если ты ведешь все санкции сразу, в том числе супер жесткие, то у тебя не будет механизма давления на Россию, поэтому санкции вводятся постепенно, одни за одними, одни за одними, одни за одними, для того, чтобы оставалась возможность как-то влиять на Россию и угрожать еще более жесткими санкциями. Более того, чтобы побудить Россию, Российскую Федерацию, Владимира Путина развернуться от той политики, которую они проводят, в сторону какой-нибудь более-менее адекватной политики. В итоге, посмотрим, к чему все это приведет. В конце концов, сегодня будет разговор Путина и Байдена, как я уже сказал, и мы с вами обязательно проанализируем его, может быть, в отдельном видео, а может быть, и в новостном, потому что, конечно, ничего важного там не произойдет. Для Путина эта вещь ритуальная, то есть ему важно просто показать, о, смотрите, со мной Байден разговаривает, я взрослый мальчик, я настоящий президент, и это единственная цель, которую он преследует. Поэтому, по сути, ничего сказано особо не будет. Тем не менее, вот ему в очередной раз удалось, значит, эту аудиенцию для себя выбить. Другой вопрос, что, ну, а в чем такая сила и польза этого? То есть он показывает, да, со мной разговаривает Байден, ну, разговаривает, и что? Хорошо, все равно Россия остается страной изгоем, все равно Владимир Путин не входит в G8, которая теперь G7, все равно его считают оплоумевшим диктатором, у которого есть ядерный чемоданчик, и убийцы его считают. Ну, то есть какой во всем этом смысл? Кому и что он хочет продемонстрировать? Внутренней публике, так ей уже продемонстрировали фильм ФБК про его дворец, они уже знают про него достаточно. Внешней публике, так они и так прекрасно знают, что он просто одна из самых больших угроз, которые есть у современного человечества, а на этом его роль заканчивается. Ну, то есть, он, конечно, порадуется самолюбия, свое потеш, но будем надеяться, что хотя бы уведет войска от границ с Украиной, и у нас не будет новой войны в 2022 году, который может быть как и очень плохим, так и очень хорошим. Ну, то есть, очень хорошим он будет, если омикрон действительно окажется не самым опасным штаммом, а наоборот, а Россия, значит, отведет войска от границ с Украиной, и вообще, может быть, не знаю, перестанет сажать людей, ну, так, для разнообразия. Прикиньте худший сценарий, когда омикрон сильнее и эффективнее Дельты, и лучше распространяется, начинает убивать людей еще больше, когда Россия начинает воевать с Украиной, увязая в этой войне, но об этом я расскажу в отдельном видео, значит, по результатам моих переговоров с разными экспертами в Брюсселе, и, и я не знаю, что-нибудь еще происходит, какое-нибудь глобальное потепление поджигает еще больше лесов и еще больше наводнений. Вот такой 2022, классный будет год, наверняка. Будем надеяться на лучшее его проявление. Но, кстати, многие говорят, что вот многое Россия и российские компании делают под давлением Запада, и вообще Запад только и делает, что спит и представляет, как он сможет разрушить многовековые устой России. Это, конечно, не очень правда, но в какой-то части вещей они правы. Например, вот недавно, тоже вчера, новость от ЦИАНа. ЦИАН теперь запретит публиковать на своей платформе объявление, где будет написано, что сдается та или иная недвижимость только славянам. ЦИАН – это крупнейший сайт, значит, по поиску жилья. Они, кстати, иногда покупают рекламу. ЦИАН, купите у меня рекламу, я вас все равно упоминаю. Значит, буду хотя бы это делать за деньги. И вот теперь там вы не сможете написать объявление, что сдают только славянам. Казалось бы, они начали соблюдать российскую конституцию, потому что в российской конституции написано, что недопустима дискриминация по какому-то не было признаку, в том числе по признаку нации. Но на самом деле все намного менее прозаично. Дело в том, что ЦИАН планирует IPO на Нью-Йоркской бирже. И поэтому им приходится подписывать определенные соглашения, связанные с этим. В их заявке на IPO написано, что ЦИАН принял положение этического кодекса, в котором отдельно прописано, что они берут на себя обязательства по антидискриминационным стандартам. То есть буквально неэронично Запад заставил нашу компанию ЦИАН перестать писать только для славян. И это удивительно, это удивительно, потому что у нас буквально существуют законы, которые это запрещают, но все это время это никого не останавливало. Значит, Бастыркин был занят своими делами, силовики сажали политических активистов и журналистов. И это продолжалось. Нет, я уверен, среди вас есть многие, кто в такой мере воспротивится. Ну, например, я часто слышу аргумент, что как бы эти люди, которые писали только для славян, не перестанут быть ксенофобами и шовинистами, значит, и поэтому просто теперь будет долгий процесс, да? То есть к ним приходит человек, они видят, что он не славянин или считают, что он не славянин, и он уходит. И, короче, раньше бы он не потратил время, они бы не потратили время. Ну, на это я могу сказать, что я знаю кучу историй, где вот такие люди, которые пишут только для славян, они на самом деле иногда имеют в виду конкретную группу, то есть, например, они не хотят селить у себя мигрантов, потому что мигранты трудовые иногда селятся большим количеством человек, чтобы минимально тратить деньги на проживание и много отправлять денег домой семье. Или еще какие-нибудь у них представления, связанные с тем, что, значит, вот эти агрессивные или вот эти вот все разобьют или вот эти все сожгут. Но на самом деле часто, когда к ним приходит человек, обычный человек, ведь, ну, обычные люди есть среди любой национальности, как и мудаки, конченные среди любой национальности, приходят, они с ними знакомятся, здороваются, значит, и прекрасно сдают им квартиру, несмотря на то, что было написано только для славян. Но ведь, когда они пишут только для славян, они не имеют в виду, что нельзя, немцам, финнам или еще кому-то. И на самом деле, как вот под этой фразой только для славян скрывается только история про то, что они не хотят видеть каких-то людей, от которых чувствуют угрозу. А уж, какими эти люди будут, какой у них будет этнос или национальность, какой разрез глаз, будет ли у них борода или нет, это на самом деле вещи не сильно влияющие. Короче говоря, независимо от того, как вы лично относитесь к тому, можно писать только для славян или нет, у нас в Конституции написано, что нельзя. Прямо написано, что нельзя дискриминации вообще, если вы пишете только для славян, это дискриминация. И компания ЦИАН не соблюдала это в рамках нашей обычной жизни, как не соблюдает и большое количество других компаний. Зато, как только им захотелось разместить свои акции на Нью-Йоркской бирже, сразу они вот так вот резко сказали, что с 1 декабря все лавочка прикрыта. Так что, вот так действительно Запад управляет Россией. Теперь доказано, можете это использовать в своих пропагандистских сюжетах. Ну а с вами был Майкл Наки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на Патреон, я не знаю, что-нибудь еще, и помните, как говорил Руслан Шевединов. Короче, я приступаю к роликам по дочкам Владимира Путина, напишите в комментариях, какая из них ваша любимая, я напомню, Воронцова, Тихонова и Розова есть, вот о трех нам сейчас известно, начинаю про них делать ролики, в зависимости от ваших комментариев, о каких-то буду быстрее, каких-то медленнее, пишите.